На попечении многодетного отца Александра Туксанова шестеро детей. Самые младшие четыре года, старшие двадцать лет. Как только Александр с супругой узнали о возможности бесплатно оформить земельный участок в собственность, принялись готовить документы. И оказались одними из первых, кто стал обладателем 17 соток. В этом году я собрал около 16 мешков. Хорошая картошка, хороший сорт. Большая? Большая крупа. Из ягод малина, смородина, вишня, слива, облепиха была. Так вот еще в теплицах были помидоры, огурцы, перчики, парничка. А еще ранетка, капуста, тыква, кабачки, морковка, свеклолук. Земля Туксановых только кормит, но, к сожалению, не греет. Мечты о большом доме пока остаются застывшими, как фундамент будущей постройки. Планы есть, но нет финансовой возможности возвести дом, говорит хозяин земли. Сейчас на участок проведены вода и свет. Стоит недостроенная баня, но глава большой семьи не отчаивается. Как только появится возможность, возьмется строить дом. Сожалеет, что в Забайкалье, в отличие от других регионов, нет дополнительных проектов о предоставлении жирья или средств на постройку дома для многотетных семей. Сегодня в очереди на получение земли стоят почти 4,5 тысячи человек, в том числе и те, кто уже отказался от предоставленной земли. Кого-то не устраивает место расположения, отдаленность, либо еще какие-то факторы. То есть процент отказа достаточно высокий, мы с этим работаем. Всего, значит, сформировано 16 земельных массивов на территории городского поселения, город Чита, общей площадью около 279 гектаров. Застепь, Грудник-Кадала, Годинский район, то есть поселок Заречный, фактически предоставлено в собственность годной категории граждан около 1000 участков. Если вы тоже претендуете на положенные гектары, обращайтесь в департамент госумущества Забайкальского края.